Импульс развития против гриппа. Сегодня участники проекта обеспечили новоуренгойцев средствами защиты от опасных вирусов – медицинскими масками. Как выяснилось, не все жители города готовы к таким мерам профилактики. Марина Кошмак с подробностями. Программа «Импульс развития безопасности детям» в связи с высокой заболеваемостью в городе проводит акцию и дарит вам вот такую масочку. Спасибо большое. Это очень нужная вещь. Рассмотрите. К борьбе с эпидемией гриппа участников проекта «Импульс развития» свой подход – защищать не только себя, но и окружающих. Сейчас в городе вопрос о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ стоит особо остро. Волонтеры не остались в стороне от проблемы и провели профилактическую акцию. Сегодня мы раздавали маски. Я думаю, что это поможет людям сохранить свое здоровье. Места большого скопления людей – это благотворная среда для распространения вируса. Но им дан бой. Волонтеры проекта «Импульс развития» обеспечили наурингойцев средством защиты. Наталья Турчиева считает, что такие акции во время эпидемии очень кстати. Купить маску не проблема, но гораздо приятнее получить ее в подарок. Не помешает лишний раз напомнить, наверное, жителям города, что как-то все-таки надо стараться оберегаться, обезопасить себя от распространения вируса. Это необходимо. Вот так. И на носик. Удобно? Удобно. Посетители торгового центра рады полезному презенту, но не все считают, что маска может спасти от напасти. Наталья Павлова, многодетная мама, полагаясь на свой опыт, утверждает, что здоровье детей зависит прежде всего от крепкого иммунитета и постоянной профилактики. Очень хорошо иммунитет укрепляет шиповник. Он очень хорошо действует. Он кисленький такой. Детки его с удовольствием пьют. Очень замечательный напиток. Много там ценного. Медицинская маска не является абсолютным средством защиты от острых респираторных заболеваний вирусов гриппа. Но для профилактики все же ее следует иметь под рукой. Тем более в местах массового скопления людей. А также помните, менять маску нужно каждые 2-3 часа. Марина Кошмак, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». Продолжение следует...